В комментариях к обсуждению позиции тех или иных государств по войне в Газе мы наблюдаем, что некоторые зрители затрагивают отношение к этому вопросу со стороны руководства и населения стран своего проживания. Действительно, за исключением Азербайджана, подходы постсоветских мусульманских стран в нашей программе не рассматривались. Поэтому мы попросили нашего постоянного эксперта проанализировать поведение властей и настроение общества в этих государствах по палестинской проблеме. Война Израиля против населения Газе, против палестинцев это, естественно, сколохнуло мусульманскую и международную общественность, потому что то, что происходит, это настоящий геноцид, агрессия Израиля против палестинцев, против их земель, против их чести, достоинства, религии и так далее. При этом возникает очень серьезный вопрос, который мы также не переставим ставить перед собой, перед миром, относительно того, почему некоторые страны находятся в такой пассивной или нейтральной позиции по отношению к тому, что происходит. У нас прежде всего волнуют страны так называемого бывшего Советского Союза, прежде всего, конечно, те государства, которые считаются мусульманскими, по крайней мере, по наличию своего населения, которое исповедует Ислав. Так вот, если взять и перечислить эти страны и каковую позицию они заняли по вопросу израильско-палестинской войны, то, в принципе, прослеживается одна и та же общая тенденция. Так или иначе, крупнейшая мусульманская страна бывшего Советского Союза, Казахстан, в лице Такаева и его президента остальных официальных лиц всячески заявляет о необходимости создания палестинского государства. Такаев, в общем-то, опытный дипломат, потому что долгие лета он работал, как известно, в ООН, отвечал там за разоружение и неплохо знает, естественно, международные дела, неплохо разбирается в международных правовых аспектах. И вот он всячески настаивает на том, чтобы палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, оно было. Также Казахстан с начала войны отправил миллион долларов для поддержки палестинских беженцев. Ну, то есть, позиции Казахстана достаточно четко и ясно. Таджикистан. Таджикистан, несмотря на то, что там во власти находятся достаточно антиисламский, исламофобский режим ислама иммун Мали Рафмона, однако Таджикистан также заявляет о необходимости создания палестинского государства. Более того, в Душанбе было открыто представительство посольства Палестина, что во многом неожиданно, конечно. Дальше Узбекистан также привержен принципу создания палестинского государства, прекращение войны. Также Ташкент отправил полтора миллиона долларов в начале войны, может, и впоследствии что-то было. Но вот то, что я знаю, по крайней мере, официальный Узбекистан, так же, как и Казахстан, вот в связке этой с Турцией, они выступают за прекращение войны, агрессии, геноцида и немедленного создания палестинского государства. В этом смысле также и Казахстан всячески поддерживает стремление палестинского народа на свою свободу, независимость и на право на создание своего государства. Ну, Туркменистан, несмотря на то, что сохраняет нейтралитет, оно, по крайней мере, прописано в Конституции этой страны, но также поддерживает палестинцев в их исконном праве на создание палестинского государства. Из всей этой когорты стран выделяется Азербайджан. Понятное дело, в Азербайджан достаточно тесные и плотные взаимоотношения, по крайней мере, торгово-экономические с Израилем, и это выбивает его из общей, так сказать, колеи стран, которые поддерживают палестинцев безоговорочно, несмотря на позицию, опять-таки, Турции, с которым у Азербайджана очень хорошие отношения, но при этом в своей дипломатической риторике официально Баку всячески поддерживает о том, что выступает в создании палестинского также государства. Но при этом, как я уже сказал, есть очень плотные взаимоотношения по линии не только торгово-экономические, но и по линии ВПК, и, как мы понимаем, по линии дипломатической и разведсообщеской линии. Хотя, опять-таки, подчеркивая, несмотря на то, что это официальная позиция Азербайджана, очень многие в самом Азербайджане безоговорочно поддерживают Палестину. И вот эти вот разговоры о том, что, дескать, Израиль нас поддержал в войне против Армении, ни в коем случае не должны быть доводом в пользу поддержки Израиля, потому что Израиль не поддерживал в этом смысле Азербайджан. Израиль поддерживал собственные интересы, просто напросто. И в этот момент эти интересы с интересами официального Баку просто сошлись. Остается Россия. У России позиция двойственная. Однако же, недавно она выступила инициатором проведения межпалестинского диалога, где съехались, куда съехались представители всех политических платформ и фракций от Хамаса, Исламского джихада, ФАТХа, левых каких-то даже коммунистических различных ячеек, христианские движения, которые являются частью палестинского сопротивления. Там было принято какой-то коммуникен, но в целом Москва, кстати говоря, как и Пекин активно выступает за палестинское государство. Здесь, понятно, это попытка сыграть против американцев и, в принципе, утвердить свое влияние или использовать свое влияние в этом регионе. Но как бы там ни было, это все на руку палестинцам, потому что, как говорится, в войне все средства хороши. И здесь, что Москва, что Пекин, что перечисленные мною страны, особая позиция, конечно. Турция по этому вопросу должна рано или поздно привести к необходимому результату изгнания агрессора и воссозданию палестинского государства, именно не автономии, а государства, объединенного государства западного берега реки Иордан и, собственно, полосы газа. А вот в этом случае, опять-таки, основываясь на всех тех документах, которые были приняты организацией объединенных наций, здесь все, как говорится, в рамках даже тех международных норм и правил, которые были установлены и прописаны, которые все мировое сообщество поддержало. Поэтому Израиль является бесспорным международным избоем. Как мы видим, поддерживают его, на самом деле, только единицы. А с учетом того, что митинги, шествия проходят по всему миру, не прекращаясь, поддержку Палестины, естественно, еще говорит о том, что и международное общественное мнение на стороне палестинского народа, в то время как Израиль несмотря на все свои ресурсы и возможности, все глубже и глубже оказывается в ситуации одиночества и изгоя. Недавно агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило, что за последние месяцы в Палестинской Газе было убито больше детей, чем за четыре года конфликтов во всем мире. Сообщается также, что ежедневно погибают в среднем 63 женщины, 37 из которых были матерями, оставившими после себя семьи. Периодически мы читаем новости о случаях насилия по отношению к женщинам. На волне этой информации у определенной части мужского населения возникает чувство мести за убийство и издевательство по отношению к уязвимой части умы. Может ли с точки зрения ислама мусульманин, проживающий вне территории совершения насилия, из чувства мести за убитых женщин и детей присоединиться к сопротивлению? Насколько допустимо по исламу руководствоваться с этим чувством в таких вопросах? Всевышний Аллах, Субхану Таау, в Коране говорит сурата Аль-Фас Если ваши братья попросят у вас поддержку в религии, как мусульмане, то вы обязаны им оказать эту помощь. Кроме тех случаев, если они попросят вам помощь против народов, с которыми у вас есть договор. И поистине Всевышний Аллах знает и видит, что вы творите. Значит, обязанность поддержки, оказать поддержку своим братьям и сестрам, которые нуждаются в этой поддержке, в этом сомнении нет. Мы обязаны это оказать поддержку, но есть определенные правила. Некоторые правила пророк Мухаммад саллаху салям указан в Саисире в протяжении долгого конфликта с врагами Аллаха, как мы же знаем, что пророку саллаху салям пришлось ему и сражаться многие годы с арабами, с евреевскими племенами в Аравии. И мы знаем, что Мухаммад саллаху салям воспитывал нас, что мы не поддавались эмоциям. То есть мы не действовали согласно просто эмоции, а действовали, чтобы было эффективно. То есть понятие чувства просто мести, это неправильно. Просто хочу отомстить. Такое обычно всегда приводит к катастрофическим последствиям и ничего не решает. Если возьмем пример палестинской проблемы. Палестинский народ просит поддержку своих братьев с их стран мира. Но они четко дают как раз указания, как им оказать помощь. Например, ближайшие соседи, например, как Египет и Иордания, они просто у них, чтобы эти государства разорвали мирные договоры с Израилем, прекратили поддержку Израиля. И дали предупреждение Израилю, что мы вступим в военные, объявим войну. Потому что мы не терпим, что так происходит с нашими соседями. Это государства мусульманские, соседи, которые прямо на границе. И у них армия, которая позволяет им разрешить этот конфликт. Те мусульмане, которые находятся за пределами первой линии конфликта, они просят, чтобы мы, например, бойкотировали израильские товары, американские товары, европейские товары из тех стран, которые поддерживают Израиль. Чтобы мы заявили о своей поддержке, влияли на наших правительствах, государствах. Причем писать письма о проводении каких-то мирных мероприятий через демократические инструменты, которые дозволены в каждой стране, чтобы донести до руководства страны наши позиции, чтобы эти государства приняли какие-то решения, не поддерживали агрессию. И так далее, из всех разных мероприятий, которые на самом деле четко ясны, они будут эффективны. Естественно, решили тоже облаготворительную поддержку. Но когда человек находится, допустим, в России, и он думает, я хочу оказать помощь именно прямо там, в Палестине, и именно выбираю военным путем, но он на самом деле не может туда и попасть, во-первых. Во-вторых, он попадется под уголовным кодексом, но он в России будет преступником. И в пути, скорее всего, будет убит или задержан в одной из арабских тюрьмах. Он не дойдет. Поэтому мы потеряем просто человека, его энергия, его способности. Если бы он на эти энергии, эти способности, силы потратили на что-то эффективное, это было бы лучше. Поэтому мы, мусульмане, всегда заразумные. То есть здесь видеть, как Пуран говорит, да, вы обязаны поддержать, но если есть договор, видите, есть предель, есть рамки. Вдруг с кем мы, мусульмане, наши братья, бросят поддержку, вдруг у нас мирный договор с этим народом. Мы не сможем нарушать, хоть и мы хотим поддержать своих братьев. То есть есть определенные обязательства, которые, есть обстоятельства, которые он должен обсуждать. Я знаю, что многим братьям и сестрам этот разговор тяжело слушается. Он говорит, вот ты нас пытаешься сделать слабыми, ты пытаешься нас успокаивать. Нет, у Аллаха это не так. Просто я всего лишь призываю, чтобы наши энергии, наши силы, наши способности мы потратили в тех руслах, которые правда эффективны, и правда приносят плоды. Они просто так, всплески эмоций, где вот эффекта практически никакого нет. Просто вот я удовлетворил свою страсть, вот так желание, да, вот чувство мести. Мусульмане же, как Аллах, как Аллах сказал, сдержанные и умные, и находчивые. Где это, когда мы действуем всегда только по принципу ответной реакции. Вот слушалась беда, вот мы накричали, и все. У нас никакого плана, не действуем организованно, объединенно. Я вот, а есть такие, аль-хамду-ля, есть такие мусульмане, которые работают, конечно, организованно, и оказывают поддержку своим братьям. Эта поддержка действительно действует и имеет значение. А вот те, кто просто поддаются своим эмоциям, и в конце концов, и пользуясь своим братьям, и себя не вредят. И навредят, наоборот, другим, которые бы хотели помочь. Я думаю, они должны очень хорошо над этим подумать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok